22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном флаге. Официально триколор стал главным символом России в ноябре 1991 и заменил собой флаг серпом и молотом. А уже 20 августа 1994 Борис Ельцин издал указ о дне государственного флага Российской Федерации. В 2019 году праздник можно назвать особенным, поскольку ровно 350 лет назад бело-сине-красное полотно впервые было поднято на русском военном корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1669 году. Позднее Петр I сделал такой флаг символом русских торговых судов. Такие цвета были выбраны не случайно. Белый означает мир, чистоту и благородство. Синий – верность, веру и постоянство, а красный – силу и энергию. Напомнили о важной дате учащимся Щелковской гимназии школы номер 6. Ребятам провели небольшой экспорт в историю, а позже сами школьники устроили танцевальный флешмоб. То, если не мы, науки пропаганда, то, если не мы, наставим из-за силы, то, если не мы, свободная Россия. За этим флагом вообще кроется история нашего государства. И когда его поднимают, это пробуждает в нас всех чувство гордости. В 90-е годы, собственно, наша страна приобрела демократический строй. И этот флаг символизирует нашу свободу. И то, что мы сейчас абсолютно что угодно можем сказать, абсолютно любую можем мысль выразить, свободно в передвижении, что хотим, можем сделать. Остальная молодежь нашего округа тоже не осталась в стороне от праздника. И поучаствовала в тематическом квесте, организованном досуговым центром «Навигатор». Участники начали с того, что сделали совместное фото с символом праздника, а после разделились на шесть команд и приступили к захватывающей игре. У них сегодня задание пройтись по значимым точкам. Те, которые, в общем-то, слуху, это улица Парковая, это Дом культуры, это молодежная набережная, администрация, разумеется, набережная Серафима Саровского. Выполнить несложные задания в свойственном креативном каком-то ключе, выложить красивые динамичные снимки в соцсети.